33 миллиарда рублей налогов поступило в прошлом году в консолидированный бюджет республики. Эта сумма на 4 миллиарда больше, чем в 2017. Итоги работы по другим направлениям обсудили на коллегии управления Федеральной налоговой службы по Чувашии. Основные налоги, которые сформировали доходы консолидированного бюджета Чувашии в 2018, это НДФЛ, налог на прибыль и имущественные. Они показали хороший рост. На сложившийся темп роста НДФЛ повлияли результаты контрольных мероприятий. Так, за 2018 год в бюджет дополнительно поступило порядка 105 миллионов рублей. Есть и другие резервы поступления НДФЛ, с которыми надо активнее работать. В частности, работа по легализации налоговой базы. Устройство на работу без оформления трудового договора, неофициальная зарплата или зарплата ниже прожиточного минимума. Основные нарушения работодателей. Сотрудники налоговой, прокуратуры и представители органов власти регулярно проводят проверки. За 2018 год оперативными рейдами охвачено порядка 4000 субъектов предпринимательства. И в результате проведенных мероприятий по легализации трудовой деятельности, дополнительное поступление налога на доходы физических лиц составило порядка 80 миллионов рублей, что почти в 4 раза больше, чем это было в 2017 году. Эффективное сотрудничество ведомств отметила и голова Чувашии Михаил Игнатьев. В последние годы стабильно обеспечивается рост доходов канцеллированного бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета и в целом канцеллированного бюджета Чувашской Республики. Это вот как раз заслуга вашей работы, нашей совместной деятельности. И то, что органы правопорядка конструктивно взаимодействуют органами государственной власти, органами местного самоуправления, и деловые сотрудничества налажены с прокуратурой и прокурором Чувашской Республики. На коллегии поставили задачи на этот год. Среди них обеспечить поступление доходов в полном объеме, снизить задолженность относительно начала года и завершить третий этап реформы контрольно-кассовой техники. Сейчас в Республике работают 22 тысячи умных касс, что на 100% соответствует показателям реформы первых двух этапов.